что друзья всем привет значит во время 3d печати столкнулся с такой проблемой вот непоследствия 3d печати ведь и деталь вроде бы была хорошая но когда ее установили на ну то есть на узел она начала вот расслаиваться вот так вот рассыпаться вот она видите на волокна рассыпается я долго не мог понять почему время печати у меня развалилась фигурка вот ребенок кота попросил напечатать она вот по разваливалась видите да расслаивается и вот такой вот эффект получается не очень хороший вот видите как будто бы с пластиком что-то происходит непонятное я долго ломал голову вот один еще значит на образец смотрите это ящики опечатал нужно было напечатать вот такой у хабарницу делал первое получилось все хорошо на это начались вот ведь расслоение пошли то есть она руками разламывается модель многие писали что там не со слоями проблемы и так далее но когда я включил принтер и начало значит делать выпуск филамента он начал закручиваться в спирали то есть неровно идти долго я штудировал информацию оказалось что проблема с влажностью пластика то есть пла пластик имеет свойство напитывать влагу почитал форумы посмотрел способы сушки кто какие применяет кто-то там сушит в плитках кто-то микроволновках и так далее попробовал слегка посушить его пушкой электрической начал щелкать то есть реально с него выходит влага если не ошибаюсь допустимая влажность пластика при печати составляет 10 процентов дабы не спалить весь пластик и квартиру с принтером и так далее я куп и заказал вот такую вот штуку сейчас мы с вами вскроем мы посмотрим что это у нас так поднял камеру чуть повыше так не влазит вот такая коробка открываю при вас чтобы посмотреть за одно целостность упаковки это осушитель филамента автоматически то есть дабы не придумывать никаких колхозов сушкой доставляется катушка она сушится и во время сушки также можно печатать катушка постоянно находится закрытом объеме как на дорогих принтерах то есть на других принтерах все это встроено в короб принтера у я же печатлено эндер 3 поэтому у меня такого нет уголок конечно память ну ладно там где-то у нас открываешься вот здесь сейчас это все вскроем достанем посмотрим как достаем хорошо стать запечатана проблем я думаю все коробки больше ничего нет коробку сразу убираю все проложено отлично и вот она эта сушилка мануал но я уже столько видео иностранных пересмотрел по данному приду и по данной сушилка сумеет особо то и не надо значит выглядит она вот так ставится она вот в такое положение задней части у нас находится кнопка включения и под шнур вход спереди у нас находится видите да указатель влажности 61 процент показывает пока она сейчас ехала и так далее посмотрим что будет показывать во время сушки 61 процент сверху стоит регулятор вы выбираете пластик каким вы будете печатать какой сушить и было т.п. у а.б. с. п. п. ц. и. п. а. 2 2 пластики община чуть с этой стороны у нас вентилятор который выдувает воздух с сушилки влажной открывается значит она так вот здесь есть такая петля мы тянем вниз и крышку на себя вот так внутри у нас находится естественно шнур питания трубка тефлоновая то есть отсюда мы сразу заряжаем в принтер подачу и все теперь мы определяемся ска откуда у нас будет выходить так как у нас есть сверху можно чтобы выходил пластик спереди вот здесь и вот здесь вот сзади здесь тоже у нас есть выход что-то мне со светом сегодня проблемы значит вытягиваем трубку пока кложим ее в сторону и сейчас померяем катушки украинная пластиковая катушка вот он черный пола пластик говорят по ширине некоторые не становится но у меня все отлично так еще что у нас вот здесь стоит заборник под воздух который будет вы вытягиваться и там у нас стоит какой-то металлический радиатор скорее всего он тоже подогревается а может только он и подогревается я не знаю спереди есть вот здесь вот ем ниша под сюда можно положить пакетик с осушителем забыл как он называется господи с головы вылетела то есть мы по факту вставляем сюда пластик предварительно находим край пластика но у меня будет вывод скорее всего сверху самый удобный потому что возможно даже что осушитель у меня будет стоять на полу вставляем пластик сейчас его обрежу выводим его через сальник в нужную сторону для нас по слетала конфуза конфуза вот так вот вставляем тефло новую трубку чуть подальше сальника тоже сальник у нас так я понял сальник резиновый поэтому он пластик притормаживает вытянула и вот и вставляю в трубку в тефлона ну конечно кусочек короткие трубки ну я думаю разберемся все вот так и все так закрываем крышку закрываем крышку шестьдесят четыре процента влажности 64 то есть но он как бы не сразу мере да ну тем не менее я его открыл пока вставлял катушку он померил влажность в комнате это недопустимая влажность для печати так сейчас я подключу его к розетке пилоту у меня как раз тут не свободные выхода и перед печатью перед 1 если пластик набрался влаги то надо сушить на протяжении восьми часов и все я включил его в розетку включаем индикатора включения естественно никакого я не вижу а есть вот смотрите здесь не засветилась красная лампочка так выключена так включена очень неудобное место конечно можно не увидеть теперь здесь мы выбираем пыла пластик выставляем на пыла пластик и будем на протяжении какого-то времени следить за влажностью но я здесь естественно все вставлю так и смотрите я сразу открываю инструкцию но вообще сушить надо о заработал вентилятор заработал вентилятор так на русском инструкции нету здесь но я вам покажу вот так табличку на первую встречную смотрите пыла пластик сушиться четыре часа тп у 4 abs 2 pet 2 по и писи 8 и па 12 в данной сушилки но будем смотреть во первых по влажности во вторых будем смотреть по вообще по времени до что у нас там прогрев позначился 24 но 24 градуса пока 24 6 до 48 до 47 я думаю прогрева идет 64 процента влажности встретимся с вами чуть позже пусть пока работает сушит а мы дальше посмотрим что будет и настроим пока принтер и попробуем печать после сушки встретимся чуть позже так друзья прошло 15 минут и влажность пластика упала до 57 процентов сушитель работает давайте померяем наверно температуру его внутри спирометра достану блин убрал я его открывал уже и положил внутри пакетик силикогелем ну показывает 25 но это внешняя стенка поэтому я не знаю давайте откроем его откроем секунду очень плотно туго он открывается 27 градусов температура пластика 46 вот нагревательный элемент 47 35 внутренняя стенка катушки все они будем иначе мешать ему работать больше открывать температуры мерить я не буду а по низ не защелкнулся не очень конечно это удобно сделано с этой веревочкой то есть надо сначала попасть к низам потом защелкнуть вверх все пусть теперь сушится и будем уже пробовать печатать я пока настраиваю принтер здесь здесь стекло стоит сейчас настроим уровень стала и будем уже печатать пробовать так ребят прошло полтора часа влажность показывает нам 42 процента но температуру я не понимаю что нет смысла мерить потому что температура здесь походу постоянная температура сушки но и плюс стенка она там толстая не прогревается до 36 вот центр это где идет стоит нагревательные элементы откуда выкидывает с вентилятора вот с обратной стороны воздух вот 43 процента влажности все я уезжаю на коп сушить и осушитель остается работать до вечера как положено и уже по приезду продолжу снимать ролик естественно вас одна секунда я жду вечера и посмотрим если упадет хорошо влажность 10 процентов она должна упасть то мы запустим принтер и попробуем отпечатать я уже настроил стол у меня вот на стекляшка здесь стекло простое матовый но об этом поговорим чуть позже все всем пока точнее до вечера друзья я приехал филамент высушился до 20 процентов я его поставил на крепление для филамента потому что косяк есть в катушке ладно расскажу сейчас здесь сейчас сушится на картонной катушкой поставил сушить другой филамент у него показывают 33 процента но это пока его только воткнулся влажность поднимется потому что я его поставил уже в разогретый осушитель стол подготовлен но я сразу скажу что филамент с пошел уже ровно без всяких тресков и так далее то есть на подачи попробовал сейчас начнем печатать и посмотрим как он как пойдет печать хотел разогрелся ждем стол и посмотрим печать еще на проверить уровень стола вроде как выставил надо будет ставить на автоматический уровень на стол ждем нагрев стола и смотрим на печать да не рассказал какой-то всякого сушитель и катушки катушка стоит все хорошо закрывается сушится но катушку прижимает крышкой так что не филамент не свободно не проковорачивается как только открываешь крышку все катушка свободно крутится то есть принтер не вытянет отсюда филамент я посмотрю где что упирается возможно это на катушках можно будет какой-то выступ подточить но с этим разберемся чуть позже а пока ждем печать так ребят следующий день а следующий день потому что я чуть-чуть там вчера под накосячил и поэтому разбирался до сих пор короче все печатает пластик высох все отлично единственная проблема была с болтом вот эти выкрутился болты постоянно не хватало пластика не было подачи думал что не досушил пластик вот на простом стекле на матовом печатает без всяких разделителей и так далее пластик высох все отлично ссылочка на сушитель в описании поэтому кому интересно переходите заказывайте рекомендую всем пока